Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Ну вот и наступает долгожданный момент, когда Евросоюз будет полностью зависеть от дорогостоящего привозного американского природного газа. Ведь в таком случае их промышленность будет не в состоянии производить целый спектр продукции и отдаст эстафету обогащения другим, более успешным странам. Нидерланды, конечно, заслужили такую схему, как в целом и вся Европа, но там прекрасно понимают, к чему это приведет. Истощившееся главное газовое месторождение ЕС в Гранингене с 1 октября не позволит набивать карманы газодобывающей компании, которая в прошлом являлась ключевым плательщиком в нидерландский бюджет. Когда в 1960-х годах на гранингенском месторождении начали добычу газа, то доход от этой деятельности сразу занял первое место по объемам получаемых денег в государственной казне. Это был главный источник газа для Западной Европы. В США с радостью потирают руки, ведь не наращивая объемы поставок, можно будет добиться существенного удорожания стоимости газа из-за дефицита. Между прочим, американской сланцевой отрасли необходимы срочные приливы финансовых средств, их и так заставляют расплатиться с долгами перед банками, многие компании обанкротились, поэтому чем меньше у Европы будет собственного газа, тем лучше для всех, кроме, конечно, самих европейцев. Но ничего, они переживут, их же принудительно заставили отказаться от недорогого российского газа, в результате чего остановилась часть предприятий. Металлургия стала меньше производить продукции на 50%, некоторые виды удобрений стали меньше выпускаться на 75%. А зачем им промышленность, если они богаты и все могут купить в других странах? Кстати, нужно обратить внимание, что за время добычи газа в Гранингене 127 тысяч строений были испорчены из-за толчков земли, а там всего 327 тысяч задней. Естественно, это нужно оплатить, но в Нидерландах о людях никогда не думали и просто игнорировали этот факт, иначе пришлось бы всю выгоду от добычи газа раздавать жителям. В городе Гранинген одна треть зданий в испорченном состоянии с трещинами, некоторые приходится демонтировать. Вот так Европа. Однако отмахиваться от компенсации не получилось, но там пошли на хитрость и пообещали через 30 лет заплатить 22 миллиарда евро, то есть когда не будет добывающих компаний, а также тех, кто требует эту компенсацию. Не станут же люди жить в таком доме, проще переехать в нормальную страну, где здания не трескаются каждый год. Но теперь толчков земли больше не будет, это злополучное месторождение, приносившее Нидерландам основную прибыль, окончательно закрывается с 1 октября, гораздо раньше, чем это предполагалось. Конечно, промышленная составляющая в этой стране была довольно сильна в общей структуре валовый внутренний продукт. Но теперь обеспечивать работу всех этих предприятий стало гораздо дороже, рентабельность значительно снизилась и в некоторых случаях стало дешевле вообще закрыть производство, чем владеть такими бесполезными активами. Видимо, именно поэтому они так стремились украсть российские удобрения в своих портах, чтобы поддерживать свой прежний уровень экономики. Однако, быстро прояв уворованное, там в будущем будут вынуждены придумывать новые способы, но жить за счет воровства их сельскохозяйственная отрасль точно не сможет. Что плохого в том, если у них закроются химзаводы, а те страны, кому они продавали удобрения, вдруг начнут покупать его у России напрямую. Хочется поздравить жителей Нидерландов с таким замечательным событием, как закрытие газового месторождения Гранинген. От этого станет лучше всем, кроме, конечно, нидерландского бюджета, но на такие мелочи нам, конечно, не нужно обращать внимания. Главное, чтобы у них меньше стало работать предприятий и российские компании смогли заменить на мировых рынках европейских производителей. Имейте в виду, что когда цена на газ в Европе достигла 450 долларов за одну тысячу кубометров, это не значит, что конечным потребителям он достается по такой стоимости. Все намного сложнее, нужно еще заплатить за транспортировку, а в современных условиях это очень дорого. С одной стороны, можно порадоваться, что Россия продает газ в Молдавию по цене более 1 тысячи долларов за одна тысячу кубометров. Казалось бы, это в два раза больше, чем предлагают в Европе на бирже, и это как бы тешит самолюбие. Да вот только Европа для Молдавии поставляет газ примерно по такой же цене, как и Россия. Причина в себе стоимости работы, создающих давление прокачивающих станций и терминалов, которая заметно возросла и к ценнику в 450 долларов за одна тысяча кубометров, добавляется еще и стоимость его доставки по трубопроводам, плюс наценка за хранение. Конечно, в Молдавии привыкли десятилетиями за счет российских ресурсов обеспечивать свою небогатую промышленность и даже в этих условиях не смогли добиться экономического роста, как будто им кто-то мешал и специально сдерживал. Хотя была прекрасная возможность и недорогой российский газ. Вот и получается, что европейский газ вроде бы стоит 450 долларов, но когда достигает территории Молдавии, то дорожает до 1 тысяч долларов. Все очень просто. Если в Молдавии не могли обеспечить себе экономический рост, имея дешевый, иногда вообще бесплатный газ из России, то когда его цена увеличилась до таких размеров, там совсем все стало плохо. А кто обещал, что тернистый европуть будет легким? Именно по этой причине в Молдавии теперь собираются требовать от России снижение цен на газ, иначе им трудно поддерживать базовый уровень добычи электроэнергии и трудно идти в Европу. Соответственно, предприятия стали вообще нерентабельными. Да что там говорить, за последние десятилетия у них даже производство молока сократилось в 4 раза. Молдавские власти намерены добиться пересмотра условий получения российского газа. Их не устраивает, что слишком дорого, хотя Европа предлагает такую же цену, и они молчат. Все равно привычка к недорогому российскому газу у них осталась, и они хотят более приемлемых условий. Мне вспоминается болтовня про отказ от российского газа, экономический бумеранг расставляет все по своим местам. Ну подумаешь, что министр энергетики Молдавии Парликов Виктор жалуется на пресс-конференциях о дорогой цене, а нам какая разница? Они же сами хотели отказаться от российского газа, так в чем проблемы, пусть не покупают. Газпром и так достаточно долго шел на встречу бывший молдавский сэр, но над этим смеялись и говорили о скором переходе на альтернативные источники, типа Европа им поможет, при этом даже не платили за газ. Терпение Газпрома не бесконечно, и помогать кому попало нет никакого смысла. Вот если они выполнят ряд экономических требований и согласятся на российские условия по внешней торговле, отменят возные пошлины и переориентируют свою торгово-экономическую дрезину в сторону России, то тогда еще можно подумать. Однако вначале они пусть это сделают, а потом уже чего-то требуют. Существенной динамикой встретили европейские цены на топливозаправочных станциях российский запрет на экспорт топлива. Похоже, у них все только начинается, ведь чем больше Евросоюз теряет доступ к недорогим ресурсам, тем сложнее им удерживать стабильность в новых условиях, которые они сами себе устроили. Конечно, это лишь начало. Когда российские компании начали увеличивать топливные расценки внутри страны, это отразилось на стоимости экспорта, и там начало происходить то же самое, что и на наших заправках. Смотрите, в чем смысл. Зерновая сделка больше не работает. Им приходится вывозить зерно крупными транспортниками по автомагистралям ЕС, плюс их попытка помочь заправкой техники своим подопечным, плюс внутренней сезонной перевозки САХ. Свеклы и урожаев. Все это вызывало дефицит топлива в Европе, и российские миллиардеры с радостью принялись вывозить все наши объемы, чтобы побольше заработать, создавая нехватку и удорожание в РФ. Но в последнее время европейцы приезжают на АС и с удивлением замечают взлет на несколько центов, они молча терпят и понимают, что таким образом их политики оказывают давление на экономику. То есть, чем больше эти люди сталкиваются с экономическими проблемами, тем вроде бы хуже для нас, по крайней мере так они себе это представляют. Как только Россия запретила экспорт бензина и дизеля, то в Европе сразу взвыли, ведь стало очевидно, что ценовая динамика на топливо внутри РФ пойдет на убыль из-за принудительного перенасыщения рынка, вспомните стоимость помидоров и картошки в магазине по сезону. А вот в Европе отныне, наоборот, потеряли доступ к дармовому бензину и больше не могут при помощи своих российских слуг обеспечивать себе прежние экономические условия. Дефицит топлива спровоцировал рост цен не только в нашей стране, но и в Евросоюзе, и теперь ситуация у них значительно усугубится после нового российского решения о прекращении экспорта. Это лишь мизерная часть того наказания, которое Евросоюз вынужден получить за экономическое и давление и настойчивую попытку сделать хуже жизнь десятков миллионов людей. Получается, вырыли яму другому, да сами в нее попали. Теперь в ЕС требуют срочно решить проблему с тибензином и разрешить экспорт, или найти серые схемы, но их российские подчиненные и владельцы топливных компаний лишь прожимают плечами, у них отобрали такую возможность. Нарушать закон никто не станет, иначе придется вообще потерять бизнес, а вывозить бензин под видом нефти слишком опасно, за этим следят контролирующие органы.